Мы относимся с большой заботой к нашим партнерам, и как только я почувствовал, что чуть-чуть что-то начала проседать, вот эта связь с партнерами, мы сразу начали замерять скорость ответа в чатах и службе заботы о партнерах, и сейчас средний показатель 3 минуты, вот сейчас вы видите реальный показатель, что скорость ответа оператора в рабочее время 3 минуты 24 секунды, абсолютно реальный результат. И кстати говоря, это один из операторов линии поддержки клиентского успеха Владислав из города Волгоград, у него 2 кофейни, это наш партнер непосредственно, и он в том числе помогает нашим действующим партнерам отвечать на все вопросы и курировать процесс открытия. Выручка у него кофейни 113 тысяч рублей, в день 19 стаканов, работает у нас с менеджером клиентского успеха. Давайте быстро постараемся ему набрать и узнать, как у него дела, все ли у него хорошо и почему он решил с нами работать. Постараемся двигаться быстрее, чтобы вы успели дальше идти по своим делам. Алло. Алло, Владислав, приветствую. Приветствую, здравствуйте. Да, как и обещал, планировал набрать вас, узнать поподробнее о вашем результате. А, мы же на ты, да? Да, да. Да, мы на ты. Собственно, я сказал, что ты работаешь у нас сейчас с менеджером клиентского успеха, это тоже очень круто. Но давай сперва с тобой пообщаемся как с партнером, который приобрел у нас две кофейни и расскажи, пожалуйста, чем ты до этого занимался, до кофеен и как принял решение открываться. Так, хорошо, давай. Значит, я до этого учился, соответственно, года два назад. Потом, соответственно, служил в армии. Вот. Вот на примере армии я хотел пойти по образованию работать куда-то в органы. Я юрист по специальности. Например, армии я понял, что вся эта специальность, работать на поднаем, на начальство, это вообще не по моей душе. И я вообще хотел как-то бизнесом заниматься, что-то делать свое. И такая ситуация сложилась, если честно, вот в жизни. Я буквально, наверное, год-два назад смотрел разборщика, видео с тобой по полноценным кофейням. И такой думаю, блин, как круто, надо вот что-то делать свое, надо, может быть, кофейню открывать, да и тому подобное. Год назад я буквально увидел, опять-таки, видео с тобой по кофейням самоклуживания, думаю, блин, вот, этого человека я уже видел, надо делать, брать, пробовать. Я взял, попробовал, все, ну, меня никто не верил. Соответственно, пошло, я такой думаю, блин, нужно делать вторую кофейню. Я сделал вторую кофейню, соответственно, и потом судьба сложилась так, что я теперь там в вашей команде. Я еще пока язык, конечно, не может подняться, вот так вот громко заявляю, но, по крайней мере, я работаю вот вместе с вами, и это прям очень круто. Да, это реально круто. А у тебя, получается, бизнес-опыта не было? Ты без опыта, да, открывал? Да, я без опыта, да, абсолютно без опыта. Вот просто насмотрел каких-то видео в интервейде, что вот нужно делать, заниматься, что бояться не нужно. Ошибки только делают тебя сильнее, и я подумал, что да, наверное, нужно попробовать. Круто. Супер, а деньги свои нашел или кто-то помог, или кредитные? Ну, получается, половину долотец, половину я сам откладывал, потому что с армией я откладывал, сам работал, получается, я еще в свободное время от армии таксовал, и вот, и тому подобное. Да, я, то есть, откладывал, 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 и вот, накопил сумму. Круто, круто. А сейчас работаешь еще где-то, кроме как с нами? Сейчас я, получается, я же по образованию делись, я устроился стажером-адвокатом, и, соответственно, я вот отработал стажером-адвокатом, и сейчас я адвокат, и, соответственно, параллельно я еще адвокат. А, прикольно. Круто, круто. А как вообще совмещать, получается, нормально? Насколько долго, много времени уходит? Я вообще получаю на ура, потому что адвокат – это профессия, опять же таки, ты работаешь сам на себя, ты делаешь все, что хочешь, ты можешь пойти на бель, когда хочешь, можешь прийти, можешь выйти, когда хочешь. Все зависит от твоих клиентов, ты просто, соответственно, их назначаешь на нужное тебе время, и совмещаешься на работу с, допустим, примерно, временем обслуживания станций, время каких-то ответов на вопросы, помощь партнеров, соответственно, по моей работе уже, соответственно, в вашей компании. Все, поэтому совмещать получается отлично. Сколько времени уходит на обслуживание кофейна? Сколько тратишь? Ну, всегда получается по-разному. Получается, есть два варианта, когда просто обслуживание идет в станции, это буквально 20-30 минут, зависимо от того, что буду ли я общаться с соседним магазином, который мне помогает, он присматривает за моей кофейней, исключает воровство и тому подобное. Либо это, наверное, выходит около часа времени, второй вариант, когда идет уже полная мойка, с кофейниками, со всеми диспенсерами, когда я все вынимаю, соответственно, это я все промываю и, соответственно, все ставлю на суши, суши, не феном, просто поставим, и все это сушится. Я жду, параллельно там общаюсь с соседним продавцом, и вот как-то время самовысловедить. Все понятно. Окей, так. Локации, локации сложно ли искать было, как вообще дела с этим обстоят? Ну, локацию я изначально, вот если брать промо-город, я изначально предполагал, какая у меня будет локация, я, получается, просто позвонил, мне сказали, да, хорошо, заезжайте, пробуйте. Я заехал, и поначалу, конечно, шло не очень, то так, то сяк, а потом с каждым днем все в гору, в гору, в гору, и в гору, и там я последнюю неделю добился до 40 стаканчиков в день, и я был, честно говоря, очень довольный результатом, это шикарный результат, считаю. Круто. Получается, не сразу зашла локация, да? Сколько времени ты дал ей скачаться? Где-то месяц-полтора, потому что я вообще изначально ставил прогнозы, что в будни в среднем 20, а в выходные 25, и меня это вполне устраивало, я считал, это хорошо, вот, и там были какие-то неполадки с погодой, то была хорошая, то плохая, и были то 20, то 15, то 25, я, естественно, был иногда с этого расстроен, но потом погода как-то нормализовалась, плюс даже не брать не погодного внимания, люди как-то узнали, что-то происходило, и просто каждым разом в среднем выходило все больше, там, 20, 25, 30, 35, и в один момент я как-то открываю, там, 12 дня приложения, и гляжу, там, у меня уже 20 плюс, и я такой понимаю, что, скорее всего, будет 40, я смотрю, да, 40, и я был просто в радости немоверной. — Супер, супер, понял, класс, постоянно спрашиваю про окупаемость, как по окупаемости, окупил, не окупил уже? — Ну, пока что я не окупил, потому что я взял вторую кофейню, опять-таки, вот, я все денежки, соответственно, реинвестирую, складываю, я откладываю все денежки, полученные из кофейни, практически, наверное, там, 80-90% чистить, либо я откладываю, стараюсь, там, какие-то действия беру на какие-то свои личные нужды, там, то есть, пока что я еще не окупил, но, там, одну, практически, я уже окупил, вот, если говорить про одну. — А сколько времени прошло, что я не помню? — Получается, я купил в декабре, но поставил там по техническим причинам, и с причинами по локации в феврале, то есть это февраль, мат, поддель, май, июль, июль, август, синий. — Ну, шесть месяцев, восемь месяцев где-то, шесть-семь месяцев, вот так. — Нормально, нормально, шесть-семь месяцев окупилось, окей, круто. Здорово, так, окей, тогда, ну, давай какой-то рекомендации, немножко, вот, прям, пару слов, как вообще получается помогать партнерам, ну, и в силу того, что ты помогаешь начинающим партнерам, да, и рекомендацию, все ли там просто, сложно это как-то дается, как ребята справляются вообще с открытием, с процессом открытия, и потом там по вопросам. — Рекомендацию будешь информером или имеешь в виду, как вот, по моей работе? — Ну, по твоей работе, вот, что ты наблюдаешь, как бы, насколько людям, как бы, легко дается, сложно это дается, как бы, комфортно, некомфортно, насколько ты помогаешь им в процессе открытия? — Ну, вообще, я, если честно, вовлечен в этот процесс полностью, мне это безумно нравится, как с началом открытия кофейни своей я испытывал, прям, какие-то дикие, дикие новые эмоции, мне прям, хотелось идти вперед и в гору, как вот сейчас открововал сюда новое, вот это вот, новая должность, там, профессия, помогать партнерам, тем более, если смотреть с точки зрения, что я уже, как бы, действующий партнер, я плюс-минус знаю, что люди хотят, и как им помочь, и как им посоветовать уже с точки зрения не, там, да, условно говоря, главы компании или уже работника, который работает долго в вашей компании, а вот такого партнера, который, может, так сказать, честно и откровенно на какие-то вопросы ответить, что-то посоветовать от тебя, если говорить о соответствии прохождении каждого процесса, то это все довольно-таки просто, учитывая, что какие у нас инструкции, это даже стало гораздо проще, чем когда открывал кофейни я, все буквально вообще прозрачно и просто, переходишь по ссылочке, там, буквально, там, пару минут дополняешь, ждешь, все готово, сейчас осталось намного быстрее, чем когда-либо это делал я. Круто, круто, значит, развиваемся. Здорово. Да. Ладно, давай будем заканчивать, классные, классные результаты, хорошая выручка, хорошая окупаемость, в целом все здорово, дай какие-нибудь пару советов тем, кто у нас планирует открываться, кто уже открылся от себя непосредственно. Пару советов, рекомендации. В первую очередь, не бояться, не слушать никого, если ты решил, нужно брать и делать, и не смотреть ни на что. Если вдруг локация не пошла, как вам кажется, я считаю, первый месяц-два нужно дать ей раскрутку, там, какие-то провести акции, что-то сделать. Если в этом случае не пошло, это не такой глобальный бизнес, как там, условно говоря, магазинами или строительными компаниями, это маленькая кофейная станция, которую можно всегда взять и перевести, и это прям, ну, инвестиции, которые могут в любом случае окупиться с невероятной силой. Даже если, говоря о пассивном доходе, там, даже те же 30 тысяч чистые выручки, это, я считаю, ну, лично для себя это шикарный момент, так. Круто, круто. Спасибо большое. Спасибо, что уделил время. Спасибо, что помогаешь нашим клиентам становиться успешнее, легче открываться. Здорово, спасибо большое. Тебе успехов желаю. Да, развитие дальнейшего и увеличение количества кофеен. А ты вроде третий уже купил, или еще планируешь что-то купить? Нет, не купил, я планирую. Я пока что ищу место, у меня здесь есть непонятки с одним местом, вот, я пытаюсь решить вопрос. Круто, круто. Понял тебя, замечательно. Спасибо большое, что делал время. Давай, будем на связи тогда. Успехов. Спасибо вам, доверяю. Всего доброго. Пока-пока. Вот такие дела, ребят. Я, если честно, в какой-то момент расслабляюсь и чувствую, что я как будто просто со своим другом разговариваю. И забываю о том, что нас смотрит целая куча людей. Результат Владислава. И он, кстати, будет вас поддерживать, скорее всего, когда вы станете нашими клиентами, если вы еще таковыми не являетесь. Ну и на линии поддержки наших действующих партнеров. Здесь много наших действующих партнеров. Непосредственно он помогает всем работать и развиваться. Так, ну и сейчас...